Господа, если кто плохо следит за моим стрим-каналом, напоминаю, что на хутор к бобрам я поеду уже в течение недели и выйдет с ним видос. Но перед поездкой, естественно, нужно посмотреть, что вообще с тачкой происходит, потому что ехать придется 300 километров почти в одну сторону, там лес, бобры, а вдруг что-то отгрызут. Соответственно, я нагуглил, что сейчас в фитсервисе до конца лета, до 31 августа действует супер-акция. Любая диагностика за полцены надо ехать. А если даже у вас нет тачки, то, собственно, опять фитсервис может вам пригодиться, потому что вы приезжаете и делаете диагностику машины перед покупкой, где вам скажут, стоит ее покупать или нет. Сам фитсервис, при этом, ребята, большие затейники, всякие акции действуют постоянно. Если что-то найдут поломанное в машине при диагностике, поменять его можно прямо здесь же, потому что всегда в наличии огромное количество деталья. А сейчас, например, при покупке фильтров MAN, вы их здесь же совершенно бесплатно по акции можете и заменить. Сама сеть фитсервис охватывает практически всю страну и наверняка есть в вашем городе. А спектр оказываемых услуг действительно огромный. Начало от помощи на дороге, эвакуации, заканчивая даже капиталкой двигателя. На каждой станции посадите, какие удобные комнаты для отдыха, где могут чем-то заняться даже и ваши дети. А вы можете спокойно посидеть и порубать в Xbox. Так что, само собой, если вы собрались ехать на дачу или делать диагностику автомобилей перед покупкой, рекомендую обратиться в фитсервис. Все подробности по акции будут по ссылочкам в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Тем временем, господа, здравствуйте! Добро пожаловать на очередную серию по Зилу. В этой серии я очень надеюсь, что он все-таки поедет. Предстоит огромный объем работ, но тем не менее, хватит тянуть Зил за педали. Начнем с простого. Та самая педаль. Примерно вот тут. Ну даже по весу этой двери видно, какого она размера и что она практически ничего не весит. К сожалению, советский металл, он, конечно, был металл, но не везде. Плюс любой металл после песка, это уже не советский металл, это металл после песка. Нужно тоже понимать, он становится тоньше, соответственно, проявляется все его косяки. Короче, так или иначе, усилиями пацанов и какого-то феерической тяги к идеалистическому узелу, есть теперь новые двери. Слушай, ну внутри мы не песочили, чтобы как бы сохранить жесткость. Да, 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 да нет, все нормально, я считаю, что все будет. Но здесь видно, что там внутри, если есть, то только начало ржи. А мое ответственное хранение, плюс все-таки туда-чем и зафигачим, все будет нормально. По крайней мере, на наш век, как говорится, хватит. Штатные приборы ЗИЛ-130, обратите внимание, здесь все на датчиках, куча проводов и подходит одна трубка. И в этой трубке реально давление 6 очков залетало прямо вот в этот прибор. Этот прибор, физический прибор, который стоит здесь. Это не прибор, который стоит на ресивере, от него уже провода здесь показывают температуру. Нет, 6 килограмм реально заходили в лицо водителю прямо сюда. Не знаю, что могло пойти не так, если бы они вдруг прорвались через стекло со всеми этими стрелками в виде миллиарда осколков прямо в чушло, но, видимо, такого никогда не происходило. Тем не менее, это реально 6 килограмм, прилетающие прямо в приборную панель. Сама приборная панель, ребята из S-Crew, обладают невероятной тягой к самосовершенствованию и желанием сделать в этом мире все. А я думал искренне, что они эту приборку отвезут к тем людям, кто делает приборки. Есть такие люди, которые скрещивают приборки от разных автомобилей в одно. Но здесь конкретно пацаны засели с паяльником и канифолью, нанюхались всего этого и сделали из этого полноценную гибридную приборку. Причем вмешался случай. Как тогда у нас было в первых сериях, когда рама по ширине ZIL-130 идеально совпала по ширине с лонжеронами X5M. И подвеска ровно из... и V-шка, V-образный мотор V8 и подвеска ровно облегли эту раму и все встало как родное. Второй случай успеха наблюдается с приборкой. Потому что я хоть и показывал вам в прошлой серии на видео, что они совпадают, но диаметры разных приборок могут совпасть только в одной вселенной. Вселенная Искрю, видимо. Им сильно повезло, потому что действительно X5M приборы идеально по диаметру влезают... Идеально плюс болгарка, тут есть уточнение. Влезают в колодцы ZIL-130. Таким образом я, наверное, зря это взял. Я сейчас аккуратно, честно. Очень положу все это обратно. Оно просто еще не доделано. Оно прям вот... Ну вот так я вам покажу. Это действительно приборка ZIL-130, в которой стоят приборы X5M. Средняя часть еще затонируется, не переживайте. Она вот так, это, ну, все в стадии разработки. Зеленые лампочки даже будут поворотники. То есть зиловские контрольные лампы станут за контрольными лампами. Вместо этого, возможно, будет какая-то кнопка сброса масла, скорее всего, из двигателя. Когда ты понимаешь, что все как-то. Все идет к тому, что ZIL будет действительно ZIL. Прям вот сколько бы я это ни говорил, все равно не верится до конца, пока не сядешь. Но очень хочется все-таки сесть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Далее практически полностью собрался Практически оригинальный салон Но если все это сейчас рассказывать То серия будет 40 минут Поэтому про это все в следующей серии А сейчас быстренько все собираем И едем валить в город Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Заводите вот так И все Походу знаешь Да Господа, первый выезд на Зеле Ну что, какой план? Прямой руль? Вперед вон туда Чуть-чуть влево Мы назад сразу или направо-вперед? Чуть-чуть влево? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И даже при этом, несмотря на то, что машина у вас уже, наверное... Месяц... Что-то типа того Сделано огромное количество труда Как вы видите, это уже практически конфетка Это какая-то глянцевая игрушка Невероятно, чтобы Зил был таким никогда И ни при каких условиях Но тем не менее он такой Он практически идеален Практически в стоке Но надо еще чуть поколдовать Как бы вы не были близки к цели Когда вы делаете проект идеальным Есть еще чем заняться И даже сейчас перед выездом Нужно долить масло в коробку Развернуть все-таки резонатор стрелочкой назад А не чтобы резонатор встал стрелочкой вперед Я не знаю, что это дает И дает ли что это Честно говоря, мы еще спорим Но на всякий случай Раз стрелочка есть Так там в резонаторе Надо, собственно, направить ее туда-обратно Может быть у нас что-то и звук выхлопа меняется Может быть даже что-то будет поинтереснее В любом случае И тогда, надеюсь, завтра-послезавтра на днях и так далее Мы снимем, как он надирает задницу в городе выскочком Хотя главная выскочка будет он сам Что ж, господа У нас знаменательное событие с вами Мы выезжаем на Зиле впервые за последние там сколько-то лет Он стоял Больше года он стоял Полтора, по-моему, да, мы в прошлом видео об этом говорили И вот мы наконец-то на нем выезжаем Машина по факту заехала просто на ТОшеньку Поменять масла и так далее И выехала после ребилда То есть сейчас мы имеем практически полностью обновленный Зил У него открашена кабина У него сильно поменялся салон У него теперь все такое красивое, заводское, нарядное Поменено куча всего по подвеске Поменены все масла и все прочее Нам осталось сейчас перед выездом Пока мы еще на всякий случай не положили мотор Сделать один заезд с парой тачек Которые вот, ну, самые обычные Никакие там ни спорт, ни Porsche, там, ничего Просто та машина, которую вы чаще всего можете встретить в городе Понять, едем мы быстрее ее или нет В масштабе города, опять же То есть типа только 0-100 без всяких там квотеров И дальше уже раздавать в потоке Если не положим мотор, опять же Итак, господа У нас есть промежуточный вариант Погоняться с той машиной Которая может чаще всего встретиться нам в городе Это, казалось бы, сверху обычная трешка BMW Типа в М-пакете Но у нее традиционно для двухлитровой машины Сделан первый стейдж Итого ее мощность составляет 250-290 лошадиных сил Прогнозируем Потому что замера не было Все это на полном приводе Скорее всего нам хана Потому что мы в лучшее в свое время ехали 5.5 Такие машины на стейджах едут низкие 5 То есть 5.2, 5.0 Проигрывать тоже надо уметь, господа Поехали Заодно узнаем, сколько же мы все-таки Едем до сотки Ланча у нас нет, естественно И в ближайшее время он не появится Мы пробуем Я готов И мы даже победили Да ладно Да ладно А сколько у нас было? 6.0 6.0 То есть с одной стороны Это очень хорошие новости для нас И очень плохие для трешки BMW По-моему у нее нет стейджа По-моему Ну или стейдж надо допилить В общем Все огонь Разгон до ста был 6.0 Так что можешь ехать к тем, что шил И вот это мне нравится, что у нее нет первой На первой всегда все выстреливают И они такие И тут вот это вот вторая И просто такой форсажей БМВ тяжело ушло, хорошо ушло и при этом машина еще не до собрана и сразу хочу вам сказать, что в следующей серии мы сильно постараемся, чтобы она все-таки поехала быстрее, потому что вот сейчас есть косячки в конце расскажу, мы их поняли уже буквально вот когда перед выездом по-моему он даже стал тише чуть-чуть точно перестало дуть в ноги теперь вот все дырки заварены же в моторном щите которые раньше были оставлены теперь прям все по-человечески, едешь такой себе у нас нету дверных уплотнителей потому что родные, которые поставили от дела не давали возможность двери закрыться вот такое часто бывает, когда ты вот обращаешься со стоком времен СССР то есть новая деталь не подходит на место старой или туда, где она должна стоять но это ладно, самое главное, что резинки поставим в следующем видео опять же и все должно поехать ну что, господа, у нас 20 секунд и это последние 20 секунд нормальной жизни тех людей, которые стоят с нами на одном светофоре вернее, 40 секунд дальше в их жизни появится какая-то странная быстро едущая грузовая штука причем у нас вот сейчас зеленый о-о-о будет гонка с... блин, скутер и он встал перед делом, ну естественно чтобы не мешать быстрым тачкам, да человек ни в чем не виноват тут сзади какие-то черты на зеле присобачились плюс у нас сейчас вообще супер преимущество мокрый асфальт сейчас даже быстрой тачкой на заднем приводе ничего против нас не смогут сделать мы сейчас стилово дернем как это страшно все-таки, а это очень жесткая дерьмо, реально что, баха справа куда пойдет? как думаешь, направо или прямо? поворотники, это же не в этом клубе что ж, интересно, шоу-интуиция, да? а мы толанчуем, нам бы очень бы прямо нет, в последний момент все-таки поворотник зайдет? нет? зажегся прям, смотри, сечек поляну-то, братан, да? валил прямо, валил, да, было такое да, шоу-хо-хо-хо-хо-хо-хо, просто шоу-хо это просто шоу-хо-хо ахаха-ха-ха... Преступление и наказание Стопутняк полуось Проскользнула морда И потом зацепилась на мокром Ну я этот звук прям знаю Сейчас попробуем Все-таки остался еще задний привод Пацаны, не гоняйте по мокрому Мой вам совет Чисто Мы вот не дождались Надо было подождать пока солнце просушит асфальт И дальше все было бы в порядке Сейчас только что сжахали всех И полуось Ну все, собственно, да Мы шлифуем просто на месте Задом и ничего сделать не можем Ну Фиг ли Едем в сторону сервиса Реально все, мы на сегодня откатали Слушай, ну это просто классика Это просто прям не может быть Чтоб так все было прям в этой жизни нарядно Если бы сейчас еще сухо было Мы бы и на задке еще Это около шести эти ехали Еще бы был шанс Но мы на мокром Он будет просто шлифовать с места И все Солярис сейчас будет с этим нас дергать Он в правом ряду И явно он смотрит на светофор Такой прям смотри, бро Смотри, смотри Ну мы его на заднем сделаем нормально Пять, четыре, три Ну Все замерли Есть Вообще шлифуем Так ничего не сделать Все, вообще не зацепится Едем самое главное Ведь, знаешь, когда возвращаешься на базу своим ходом Это уже шок Короче, я понял Только по суху Только по суху Прямо без пробуксовки Не надо Просто не надо Подаем еще ниже Подаем ломаю крылья Обсяные Я тебя ловлю с крыши Запускай себя Себя мои вены Ты же не созна Ты же не созна Меня на шум спину Подаем еще ближе Подаем ловлю тебя Внизу с крыши Подаем еще ниже Подаем ломаю крылья Обсяные Я тебя ловлю с крыши Запускай себя Себя мои вены Ты же не созна Ты же не созна Меня на шум спину Подаем еще ближе Подаем ловлю тебя Внизу с крыши Замечательная финалка серии Это в итоге и получилось У нас прям с вами классика режиссура Когда мы заехали, починились, собрали, выехали Понабгибали, задоминировали Сломались Вернемся в сервис, господа Причем причина возврата в сервис Еще и не только в этом В любом случае Еще одна серия должна быть Потому что мне кажется Есть куда поработать У нас куча еще каких-то микроизменений По технике, которую вы уже знаете В следующей серии Еще очень хорошее изменение Есть по интерьеру И по экстерьеру То есть Зилу на самом деле Еще работать и работать Наконец-то в следующий раз Вернется козырек Который более снимать не надо И при этом его не оторвет Казалось бы, как это возможно Но тем не менее технологии, ребята Найдены и существуют Есть также еще куча идей На самом деле по основному Как повысить стабильность Потому что едет быстро, весело Да, осталось что сделать Чтобы таких вот технических возвратов На базу больше не происходило А доминирование было столько Сколько мне необходимо По поводу ребят из Искрю Можно сказать только одно Огромное спасибо даже Руки это все понятно Прямые есть все Это можно намасливать долго Главное, чем они сделали Красавчик И это в их инициативе Что был найден ключик от замка Что были внедрены эти приборы Причем они немножечко отморожены Они реально делают это все сами Они мало пользуются аутсорсом Исключая малярки И каких-то еще тонкостей А действительно во всем Мы этом разбираются самостоятельно Что в принципе дает нам Такой вариант Знаете, как проверка пройдена То есть можно им еще оставить И пусть они делают Потому что следующая задача Которая стоит на них Это уже прям не rebuild А прям сука кастом Прямо вот там будет жесткий кастом Я все-таки думаю, что с гидравликой Мне кажется Хотя они против, в принципе, и пневмы Но что-то там Учитывая скорость того, что мы хотим Вам, наверное, все-таки пригодится гидро Но в любом случае, так или иначе Что нам сейчас требуется? Небольшая помощь Искрюди, естественно, тоже не боги Поэтому, что касательно передних приводов Которые сейчас у нас передние правые порвали Как вы сами поняли Мы, собственно Очень хочется найти их усиленные Или найти тех людей, кто сможет сделать их под заказ Пожалуйста, там внизу есть почта Для коммерческих предложений Она указана в описании Если вы делаете какие-то сверхпривода И сможете сделать это быстро Мы сработаемся однозначно Нам очень нужны какие-то более сильные штуки вперед Чтобы больше не было таких штук, как сегодня В остальном же Зил Это, естественно, всегда феерия Это всегда космос Это всегда эмоции Которые теперь, естественно, благодаря ребятам Изоскрю также еще многократно усилены Потому что вы сидите на родных сидушках Вы поднимаете эти новые стекла Нерасцарапанные Новый лобаж Все эти лампочки Все горит То есть это та же машина Но эмоционально очень детализированная Вы просто сидите в ней И разглядываете Как же все устроено Как же в ней все так Когда это все было по заводу И при этом едет это уже так Как будто это X5M нового поколения Но это просто идеально, господа Поэтому до следующей серии Она уже будет побыстрее, чем это была Придется 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 Хотя у них там столько весяков Они думали Сейчас мы хоть за неделю Все это разгребем Честно Там просто Люди воют И набросим Авдима стоит Когда до капиталица Шериф, ребята, стоит Когда будет свап Все Короче, там полная жопа огурцов Короче, сервак как сервак У них все нормально Здесь, ребят, без рекламы Косячат, мудаки Все нормально Остаюсь с ними с удовольствием Честно говоря Потому что, ну как же Как же я мудак Могу без мудаков Прожить еще В этом мире Мы сработаемся Спасибо вам, что смотрели это видео В следующей серии Еще задача нас Сутки поехать Пять и пять Но есть один секрет Который в этой серии Мы еще не узнали Кстати, неси манометр А может быть Сейчас мы все и узнаем Но вы про это узнаете Уже через Недельки две-три Огромное вам спасибо, что смотрели Удачи и пока Кайф Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok